Согласитесь, друзья, поднимать штангу дело не из легких, однако спортсмены сложности не боятся и придумывают для себя дополнительные испытания. Представьте, что в руках штанга около 80 килограммов, причем она над головой, а под ногами не пол ровный, а балансировочная доска. Вот такая, как вы можете увидеть сейчас в нашей студии. И это не безумная фантазия ведущих в данном случае, это реальное испытание, с которыми справился наш земляк. Мастер спорта по тяжелой атлетике, кандидат в мастера спорта по пауэрлифтингу и ныне рекордсмен Книги рекордов Гиннеса России Арсений Жуйков. Доброе утро, рад вас видеть в нашей студии. Доброе утро. Доброе утро. Здравствуйте. Ну, на самом деле, вопросов у меня, в принципе, как у обывателя далекого от спорта, да и у зрителей тоже огромное количество. Каким образом можно вообще, во-первых, устоять на баланс доске? Ну, я стоял на ней, на самом деле, там можно за 5 минут примерно хотя бы чуть-чуть постоять на ней научиться. Но с утяжелением это как вообще связано? Все делается от практики. Сперва мы просто наступаем на баланс доску, стараемся найти баланс, затем что-то берем в руки, поднимаем это над головой и стараемся с этим балансировать. Примерно. Это может быть простая ПВХ-трубка, это может быть натянутая резина, то есть что-то легкое. Затем уже переходим на более тяжелые снаряды, это может быть пустой гриф, также он может вешать 5-7 килограмм. Затем, повышая вес, мы стараемся устоять на этой доске и удерживать штангу над головой. Ну, расскажите еще о своих рекордах, я так пойму, это не главный рекорд. Это не главный рекорд, не так давно я установил рекорд России в приседаниях со штангой над головой, держа ее в одной руке. Вес штанги составлял 80 килограмм, то есть чтобы вы представляли 80 килограмм, удерживая в одной руке, 10 повторений. Вот эту, вот такую штангу в одной руке. Здесь мне кажется меньше, чем больше. Эта штанга вешает 30 килограмм, да, 80 килограмм проблематично найти в 6 утра, да, привезти, да, но 30 килограмм мы сумели раздобыть. Подождите, подождите, я вообще не представляю, насколько, мне кажется, нужно быть вообще каким-то просто суперменом с какими-то феноменальными... Представь себе, тяжесть 80 килограмм, это ладно тяжесть, это тебе даже не гиря, которую ты просто держишь, ее балансировать не надо. Вот эта штука, она крайне нестабильная, тем более в одной руке, это нужно, вот, понимаешь, мышцы должны начинаться от кончиков пальцев, чтобы удержать штангу в одной руке. Можете показать, как это выглядит? Удерживая в одной руке? Да-да-да. Безусловно. Ну, то есть 30 килограмм сейчас вообще не представляет, наверное, никакого труда. Оба-на. Ну, то есть, видишь, здесь, опять же, работа запястья, вот. Обалдеть. И представь вот это с весом 80 килограмм. То есть это в три раза практически больше вес был бы сейчас. О, Боже. Слушай, ну это прям, по-моему, это нечто невозможное. Ну, просто, да, нереальные действия творятся... Так, подожди, здесь я так понимаю 30 килограмм, да? Да. А ты сможешь ее хотя бы поднять? Так, подержи-ка. Сейчас, сейчас, сейчас. Я ее хотя бы просто попытаюсь просто поднять, оторвать от земли, потому как я-то человек максимально неспортивный. Ну, видеть, да? Ну, давай немножко техники. Окей, хорошо, давай. Как бы ты не... Сперва подойди к штанге полотною. Угу. Затем с прямой спиной лопатки сведены. Опустись до уровня штанги. А в джинсиках-то удобно, да? Самое главное, у меня сейчас штаны не треснули. Я думаю, не треснули. Ну, ты будешь не первый, у кого треснули штаны в этой студии. Ага. Колени разводим по сторонам, гриф прижимаем ближе к себе. Спина ровная. И далее колени толкаем назад, разгибаемся до упрямления всех суставов. Ня-ня-ня. Так. Ну, на самом деле... Нет, сейчас, сейчас, сейчас вообще будет годный панч, смотрите. Ня-я-я. Где аплодисменты, друзья? Я прям почувствовал, я почувствовал вот эту, понимаешь, невероятную рекордную ответственность сейчас перед всеми телезрителями. Я должен был ее поднять, но я же не мог. Меня журнальные дети сейчас смотрят по телевизору. Папка, подними! Что касается балансировочной доски, вот давайте к ней вернемся и к тому рекорду, который вы на ней установили. Сколько нужно было простоять для фиксации рекорда? Требовалось пересечь линию параллели коленного состава, уйти тазом ниже коленей и встать. Это приседание со штангой над головой, удерживающее на двух руках, стоя на балансировочной доске. То есть не просто постоять, но еще и присесть на ней. Именно. В этом заключается суть рекорда, чтобы полностью совершить приседание с весом над головой и выпрямиться. Это вот знаешь, я таких людей называю профессиональный увеличиватель зрачков. Вот когда ты смотришь на человека, и у тебя просто глаза вот так вот увеличиваются в размере, ну что-то вообще невероятное. Ну для начала вот нужно, мне кажется, научиться, да, просто удерживать себя на этой доске, а потом уже приседать, а уже потом приседать с весом. Да, это очень хорошее упражнение для стабилизации нашего корпуса, для укрепления коленных суставов. Ну и опять же, ты же понимаешь, что я не могу не попробовать. Ну давай, штанги, пожалуйста, на этот раз. Здесь на самом деле так. Стоп, 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 стоп. Сперва центр тяжести должен уходить на край от ролла. Окей. И затем постепенно, постепенно смещаясь к центру. Стоп, 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 стоп. Еще и спина, наверное, прямая должна быть, да? Здесь все тело должно быть в таком легком напряжении, в легком тонусе, чтобы... Это называется легкий тонус, друзья, у них, понимаете? Легкий тонус. Держи, держи, держи. Я в таком напряжении с момента рождения первенца не был. Смещайся чуть-чуть. Так, можно отпускать, я в принципе удержусь хотя бы какое-то время. Вот, видишь? 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 Смотри. Я могуч, я могуч. О, все, хватит, хватит с меня. Очень хорошо для первого раза. Эй, классно. Я на самом деле открою секрет, я не первый раз на бонусборде стою. Это так, это я скромничал на самом деле. Я стоял в последний раз пару лет назад на нем. Не прошли даром, видимо, уроки. А вообще, что нужно сделать? Вот, да, наши телезрители наверняка сейчас тоже захотели попробовать. Но вот какие, не знаю, упражнения нужно делать, прежде чем попытаться освоить этот снаряд? Либо можно вставать на него абсолютно физически неподготовленному человеку? Физически неподготовленному вставать на него, конечно... Можно, но не нужно. Не стоит, да. Сперва нужно просто изучить технику приседаний. Да, это прямая спина, это таз сведен назад, колени по сторонам. И хотя бы научиться приседать 50 повторений без балансировочной доски. Затем уже пробовать. Есть такая штука, называется BOSU. Это неустойчивая платформа, на которой также неудобно стоять. Ее можно использовать в качестве тренировки для балансировочной доски. Ну и, соответственно, переходить на балансировочную доску и уже на ней стараться удерживать баланс, также приседать. Что дает приседания именно на балансировочной доске? Опять же, это стабилизация, это тренировка нашего баланса, укрепление тазобедренных суставов, коленных суставов. Прошу прощения. Да, с утра пораньше. Тренер звонит, тренер звонит. Подскажите, пожалуйста, а реально ли сейчас показать вот тот как раз момент, когда вы... Да, вот как раз непосредственно со штангой на баланс доске непосредственно вот этот вот невероятный фокус. Сейчас это реально сделать? Давайте попробуем. Давайте, давайте. Может быть, подстрахуешь слова? Нет, страховать здесь будет опасно. Нет, я исполнитель-то так себе, представляешь, какой из меня страховщик будет. Ну, а что для начала? Нужно сначала встать на доску, а потом поднять штангу, либо наоборот? Не получится сделать, стоя на спине. В принципе, это реально сделать, но нет такого смысла. Ну, проще сделать обратное действие. Сперва поставить гриф на плечи, затем встать на доску, поднять гриф вверх, любым движением, либо... То есть есть технология, да? ...жимом, либо шлунгом. Слова в сторону, давайте. Давайте уже смотреть, как это выглядит. Три. Опа. Вот. Вот, вот оно так. Я отойду в сторонку подальше. О, Боже. Слушай, это практически цирковой номер, серьезно, я... Я отойду в сторону. О-о-о-о! Мне реально страшно. О-о-о! Еще разочек. О, Господи, как это страшно со стороны выглядит. Вот это на самом деле... Вот это, я понимаю, уровень атлетической подготовки не просто... Есть такое выражение... Ну, как выражение, термин функциональный тренинг. Мне кажется, вот, вот, яркое отображение функционального тренинга, когда ты не просто тягаешь тяжести, а еще какие-то действия, еще балансируешься. Вообще, как много вы тренируетесь в день, в неделю, в часах? Как это выражается? Тренируюсь я каждый день. Более того, я услышал знакомые слова, функциональный тренинг. Безусловно, занимаясь кроссфитом, это и есть функциональное направление, новое направление фитнеса, да, которое развивает 10 основных двигательных качеств, в частности, и баланс. Поэтому призываю всех заниматься кроссфитом, функциональным тренингом, заниматься почаще и делать зарядку. Вот, безусловно, зарядка это самый, не знаю, важный инструмент. В общем, если ваше отражение в зеркале говорит вам, как бы, займитесь уже спортом, ну, это я сейчас о себе, я просто каждое утро такую эмоцию испытываю, то уже, наверное, пора, уже, наверное, пора. Хотя бы, как говорится, как говорится, старая китайская мудрость, прежде чем начать бегать, научить хотя бы ходить. Вот, и я думаю, начинать нужно с малого. Именно. Ну что же, отличный пример был сегодня в нашей студии мастер спорта по тяжелой атлетике, кандидат в мастера спорта по пауэрлифтингу и ныне рекордсмен книги рекордов России Арсений Жуйков. Спасибо большое, что пришли к нам, будем рады видеть вас в студии с новыми рекордами, да и просто приходите, удивляйте нас, это было, ну, просто великолепно. Спасибо вам огромное и новых вам рекордов. Прерываемся на небольшой блок рекламы и вернемся в студию. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитры сделал DimaTorzok